Так, куда мы двинемся? В какой путь? Поехали на Европейский. Это что, так далеко уже? Сколько времени? Мы сейчас здесь поищем что-то. Вот тут аптека же нет. И в европейском красиво, там такой фонтан. А вдруг мы пойдем в момент боевшего фонтанта? Ты знаешь, почему я сейчас с тобой соглашусь? Потому что там все в одном месте. Продукты можно купить на торт, и аптека, все там, да, и народу побольше, да? Потому что здесь как-то что-то не стоянка, и все. Мы выполняем задание, едем в европейский. Каким путем, пока что еще не знаем. Я даже не надеялась на самом деле, что-то согласишься? Европейский, жди нас! Ребята, здравствуйте. Вы не торопитесь? Очень сильно? А вы что, я реально пришла? Да, мы реально пришла. Да, мы реально пришла, мы добавляем с нами, углавляем с нами. Да, любые задания можно с ними, абсолютно. Да, вау. Да, вау, там? Да, вау. Не надо, вот, китайский, капнула. Вау, там, наверное. Как мне попросить, вот многие были. Скучно бы беседе, где-то, на очень, когда, так, так, так. А кто? Такой почувственный обществу. Да и не только России. Почему? В принципе, можно взять любое задание, и мы его выполняем. Вы зайдёте на этот сайт, там у нас отдельный канал на ютубе, где мы вот так вот снимаем то, как мы снимаем задания. И сейчас нам по-своему уже видеть. И сейчас на самом деле мы попали сложную ситуацию. Предлагаю вам и мне скупаться в круг. Это надо будет предоставить задание. Но на самом деле, вы думаете, что мы просто тут рассказываем про шоу, но на самом деле мы выполняем задание, которое нам уже дали. Нам дали задание купить лекарства и попросить кого-нибудь в суток в неделю зарегистрироваться и написать нам задание. Вообще тогда не могут быть радость, как холодно кто-то ввести. Вот, к примеру, Катерина заболела, ей нужны лекарства. Если вы можете нам помочь какие-то медиации, вы можете нам завтра в вопрос задать. На самом деле нам они действительно необходимы. Можно сходить дальше. Давайте я лучше зарегистрирую. Собично это да, хорошо, спасибо, ребят. Вот так вот нам помогли ребята. Катерина, нам чутки. Да, нам же нужно порту. Ребята, но мы не унываем. Нам видно, что мы унываем. Нет. Вообще никак. Смотри, какая у него челка. Давай его заснимем. Ребята, 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 подождите. А вы слышали что-нибудь о новом реалити-шоу игре реальность? Да, вот. Нет? Не слышали? Нет, спасибо за с вами. Они сказали, что они не наркоманы. Это был тонкий намек Катерина. Вот так вот мы ходим с Катериной по торговому центру. Здесь очень много людей. И никто не хочет с нами пообщаться. Смотрите, какая красивая золотая машинка. Подходим к людям. Выглядим как какие-то странные. Все на нас смотрят как на дурачков. Потом мы запутали, где-то вообще есть не на блоге все. Кто? Вот три ребята идут. Пойдем, просто пойдем. Дорогой, приведем. Где? Здравствуйте, ребята. Как у вас настроение? Вам не можно познакомиться? Нельзя. Ребята, здорово. Вот так вот, видите? С нами никто не хочет общаться. Просто на самом деле то ли ухват влияет на людей, то ли... Какое красивое место, классное. Так тут все здорово. Как тут все прикольно. Здесь очень красиво. Нам здесь очень сильно нравится. Пожалуйста, прислайся нам еще такие задания. Мы будем посещать самые красивые места Москвы. Но при этом с нами никто не хочет разговаривать. Что такое? На самом деле, возможно, это влияние мегаполиса на людей. Они вечно торопятся куда-то. Всем кажется, что... Слушайте, что за месяц у нас охранники просыпают? Да. Все? Все охранники? Да, все охранники. Это, наверное, потому что у нас футболки, как у промоутеров. Но мы не промоутеры. Нет. Как вы думаете, к каким людям стоит подходить? С какими людьми можно пообщаться? Как они выглядят? То есть регионный образ человека, который станет с тобой разговаривать, а не скажет тебе, нет, со мной нельзя познакомиться. Я на самом деле всегда за общением. Мне нравится общаться с людьми, мне нравится знакомиться. Это же так интересно. Узнавать что-то новое о людях, узнавать, чем они занимаются. Потому что среди людей есть же и какие-то супервыдающиеся люди. И, возможно, о них еще просто никто не слышал. Здравствуйте. С вами можно познакомиться? Ну, вот видите, я о том и говорю, никто не хочет со мной знакомиться. Здравствуйте, девушка. С вами можно познакомиться? Вот представляете, может быть, со мной что-то не так? Катерина? Катерина, ты со мной познакомилась? Давай, сейчас возьмем все руки. Хорошо. Я выходю. Я пойду незнакомиться, а пойду заниматься делом. Как вы думаете, как должен выглядеть человек, который, в принципе, может познакомиться с незнакомцем? Какую одежду он носит? Какие цвета предпочитает? Мне кажется, что чаще всего знакомятся с незнакомцами люди, которые выглядят как-то необычно или ярко. К примеру, вот так. Но мы это не проверили, потому что я не знаю почему. Мы просто это не проверили. Здравствуйте. Вот видите, моя теория пока что подтверждается. Люди в черном, они чаще всего не знакомятся. Что будем делать, Катерина? Дальше работать. Может быть, ну вот, а может быть, мы можем подходить или спрашивать? Может быть, кому-нибудь нужна какая-то наша помощь? А что мы можем сделать? Ну, что мы можем делать в новом центре или что может понадобиться вообще человеку? У нас нет пределов. Ну, к примеру, мы можем помочь носить пакет. Спасибо. Конечно. Серьезно? Спасибо большое. Катерина, мы купили тебе лекарств, и теперь мы можем смело ехать домой. ой. Ой. Я не извиняюсь за свой вопрос, но, тем не менее, понимаю, что разные ситуации у людей бывают, а что у вас случилось? У нас нет денег, мы застряли в проекте. И вот сейчас нам поступило задание, чтобы мы нашли лекарства для Катерины, которые нам любезно предоставил Егор. Спасибо огромное тебе за это. Вот. И сейчас мы поедем обратно на проект. Ребята, мы скоро заднёмся. Я сейчас еду с другом, а иду с другом с этим же здоровьем. И вот мы в Чайхане, в Евангелии. Катерина. Всё, 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 всё. Это купил... Егор. Где он? Егор убежал! На самом деле, я заметила, что Егор очень скромный парень, помимо того, что он очень щедрый. Нет, просто, ты пойми, что мне до 100 метров не пришлось... да. Я просто не познакомилась, он такой, а что случилось? Я говорю, у меня проблемы. И он такой, а что тебе надо? Я говорю, мне нужны лекарства. Он такой, ну ладно, окей, пошли, у всех, у нас проблемы. И мы просто не познакомились, у всех, он такой, с нами люди знакомились, даже не хотели. И на самом деле, герой сегодняшнего дня, потому что мы подходим к людям, европейскому. Мы спрашиваем просто, можно с вами познакомиться? Люди отворачиваются и говорят, что нет, со мной нельзя познакомиться. И на самом деле, понять почему, мы не можем. Это единственный человек, который откликнулся на нашу просьбу, и нам действительно помог. На самом деле, не каждый день встречи таких настоящих мужчин. Тем более, ты пил лекарства, то есть, ты сделал доброе дело. И еще, кстати говоря, еще Егор нас очень любезно пригласил посидеть по кучей хане, потому что на самом деле, мы очень сильно погладались. Просто вкусный, ты бомбовский. А он еще и симпатяшка. Мне понравился Егор. Саша, если что, я разведен. Он разведен сказал, Егор разведен сказал, что он сказал. Пожалуйста, давайте о таким тимпамере мне надо поговорить. Ребят, ну таких нет, я бы хотел испугать. Меня не надо. Просто руки, руки. Я не помешиваю. Ребят, вы на самом деле такие классные вообще, что такие классные. На самом деле, настоящий человек, настоящий мужчин. Открытый, открытый, добрый. Нам очень приятно, что вы сегодня, вы, героями нашего вечера. я сегодня уже разочаровалась в московской тусовке к европейцам, потому что люди даже просто не хотели с нами. И все-таки, это получилось, что мы нашли герои сегодняшнего нашего дня. за вас, ребят, вы на самом деле герои. Герои нашего вечера. На самом деле, Виталику нужно откатать 14 заказов до 12, так неудобно, что получается великодушный, на самом деле, таких мало людей на свете, Виталий, спасибо большое за твою доброту, за твою щедрость, мы на самом деле в очень тяжелом положении, понимаешь, мы оказались 6 человек из разных городов, оказались в доме, в общем, мы друг друга не знали, нас всех туда поселили, и оказались мы все друг другу родственники, ты не поверишь, родственники, и мы, да, мы родственники, смотри, как мы похожи друг на друга, да, но мы дальние родственники, мы боремся за наследство у нашей бабушки, в общем, ты можешь быть с нами, сейчас в этом шоу прокачивать нас, знаешь такую игру Sims, где управляли там, а теперь человек, это живые люди, ты можешь управлять так же нами, понимаешь, живыми людьми, живыми людьми можешь с нами управлять. Хватит законодатель новых трендов, просто, это на самом деле классно. И вот новый тренд возникший, это управлять живыми людьми, то есть это как у красивых, только с живыми, настоящими людьми. Любые задания ты можешь нам присылать абсолютно любым, их все выполним, с большим удовольствием. К примеру, приехать, приготовить тебе чай с утра. Ну вот вы не доположите, должны приехать, приготовить тебе чай. Испечь тебе блинчики с утра, а может быть скоротать вечерок, покататься на лыжах, все что угодно. Да есть твою пиццу. А нет, спасибо. У меня есть кому доесть за мной пиццу. Есть кому доесть, но не пиццу, тогда другое задание нам можно присылать. Спей для тебя, спицать. Еще у нас талантливые ребята, ну вот, кстати, ну может быть Дед Морозом, у нас Дед Мороз там есть, я с Негурочкой могу быть беленькая, с беленькой, все будет медленный волос. Ну в общем всякие различные задания. Виталь, пожалуйста, мы хотим сказать огромное большое спасибо. Вы настоящий мужчина, которых мало в наше время. Вы герой, настоящий герой, у которого, как оказалось, целых четыре девочки, помимо жены и кошки. Вы просто настоящий счастливый папа, дай бог вам здоровья, счастья, благополучия вашей семье. Вы очень классные. А самое главное, вы, пока мы ехали, так мило побеседовали, вы во мне столько вообще пробудили во мне. Вы настоящий мужчина, который очень мудрый мужчина. Вы замечательные, спасибо вам. Сечек, вас поцелую даже. Сечек, вас поцелую даже. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...